Всем привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости сегодня. Речь пойдет о той косметике, которая мне не понравилась, не произвела впечатление. Скорее наоборот, негативное впечатление осталось у меня. И, конечно же, подобные продукты я не буду больше приобретать и вам не советую. Первое, с чего хочу научить это видео, это сухой шампунь от Avon. В принципе, я люблю сухие шампуни, и именно марка Батист произвела на меня приятные впечатления. И волей-неволей все последующие продукты я сравниваю именно с сухими шампунями от Батист. И пока они для меня на первом месте, и сухой шампунь от Avon попался мне в коробочке красоты. Я его попробовала и могу сказать, что совершенно мне не понравился. Этот шампунь абсолютно ничего не делает с волосами. То есть, как они были грязные, так они грязными и остаются. Это непростительно. И еще, запах у него просто отвратительный. Поэтому продукт для меня разочарование выбрасываю без сожаления. Следующее средство, которое тоже вкладывали мне в качестве подарка в мой заказ, это марка Серж Арсуа Лаборатория, гель-скраб для душа, обновляющий унисекс с феромонами. Я заказывала косметику Натур Мед на сайте без лекарств. И вот мне в качестве подарка за мой большой заказ вложили вот такой пузыречек. Вы знаете, на первый взгляд продукт очень интересный и красивый. Я даже покажу поближе, посмотрите, скрабирующие частички в таком геле медового оттенка. И обратите внимание, мерцающие частички такие, блесточки. То есть, очень красивый гель. Открываем, вдыхаем аромат. Аромат очень приятный. Вы знаете, пахнет какими-то карамельками и вишня и, наверное, немного миндаля. Да, вишневые косточки и миндаль. Очень интересный, очень красивый, приятный аромат. Я, когда его ощутила, поняла, что срочно нужно бежать принимать душ. Дорогие мои, какое разочарование меня постигло, когда я начала наносить этот гель на свою кожу. Это просто какой-то ужас. То есть, я была в закрытой душевой кабине, и я думала, что у меня закружится голова от этого запаха. То есть, когда мы наносим этот гель на руку, на влажную кожу, начинаем все это дело массировать, то при соприкосновении с водой, вот этот гель, аромат меняется у него. Меняется, знаете, в какую сторону. Вот этот приятный аромат миндаля и вишневой косточки превращается в запах ацетона. Такой вот химозный-химозный запах ацетона, плюс какая-то, может быть, синильная кислота, что-то. Вот чем-то вот этим пахнет. Я почувствовала себя не в душевой кабине, а в лакокрасочной мастерской. Да, наверное, так. Так, больше этот гель я не использовала. Кстати, мои тоже понюхали. Мама сказала, ой, какой классный аромат. Я говорю, даже не вздумай, не пробуй его. Ну, конечно же, она не послушала. Ну, жалко же, пахнет вкусно, красивый. Начала наносить и, я говорю, понюхай руку. Она понюхала руку и говорит, да, ацетон. Так что, первое впечатление обманчиво, красивый внешний, приятный аромат, но на деле оказался наихимознейший продукт с запахом ацетона. Гадость редкостная. Следующее средство было также мне подарено. Это Эйвен. Крем для рук с пчелином маточным молочком. Для рук, ногтей и кутикулы. Интенсивное увлажнение для очень сухой кожи. Поскольку кремов для рук у меня сейчас в обращении большое множество, я отдала этот крем своему папе. Учитывая, что он у меня сейчас очень много возится в земле, сажает, копает. Ну, в общем, когда руки постоянно в земле, то начинают они становиться сухими и такими, знаете, ко всему цепляется. То есть кожа такая, как наждачная бумага становится. И ему нужно использовать крем постоянно для того, чтобы смягчать свою кожу. Даже когда работаешь в перчатках, все равно кожа начинает очень сильно иссушаться. Так вот, этот крем для рук ему абсолютно не понравился. Он у меня любитель жирных текстур. Он любит много использовать крема для того, чтобы так кожу напитать. Особенно на ночь и вот намажет и вот так вот ложится, долгое время крем впитывается. Этот крем он отдал мне через два дня со словами «забери и больше мне его не давай». На вопрос, почему, он сказал, он не впитывается вплоть до самого утра. Такое ощущение, что, говорит, я солидолом намазал руки. Это кошмарно. Я его убрала и спустя какое-то время сама занималась на огороде и почувствовала, что у меня вот тоже сквозь перчатки просочилась земля. Я вспомнила про этот крем. У него вот такая вот жирная какая-то вазелинистая консистенция. Он действительно не впитывается в кожу. Он лежит жирной липкой пленкой на коже. В итоге, через два часа я побежала его смывать, потому что это очень неприятное ощущение, когда крем вот такой жирной пленкой, я даже не знаю, не пленкой, какой-то такой замазкой лежит на коже рук. И, честно, мне очень и очень не понравилось это ощущение. Кстати, я оставлю его, я не буду выбрасывать, я оставлю его как экстренное средство. Знаете, для чего? Когда делаешь химический пилинг, вот эти вот одеваешь носочки для педикюра на ноги, то потом, чтобы быстрее все это дело облезло, когда кожа начинает уже с пяточек сходить, чтобы быстрее процесс завершился, я знаете, что делала? Я мазала жирным кремом свои пяточки, стопы и одевала хлопчатые бумажные носки. И вот в такой вот этой вот жирной среде как-то быстрее кожа отшелушивалась. Так вот, на такие случаи вот этот крем я оставлю, а так больше его ни для чего, в принципе, использовать нельзя. Еще один продукт, который мне не понравился, это органовое масло от фирмы Naturs. Здесь в составе натуральное органовое масло и эфирное масло цитрусовое. Не помню какого, но пахнет лемонграссом на самом деле. Очень приятный аромат, очень приятная текстура этого масла. Но при нанесении на кожу вот этот вот запах, приятный запах цитрусовых, каких-то карамелек, лемонграсс пахнет приятными карамельками, трансформируется, и я чувствую на коже аромат, запах пота. Я не знаю, как это объяснить, но это именно так. И меня это настолько напрягает, настолько это неприятно. На коже лица я ощущаю запах пота. Поэтому я не могу пользоваться этим средством. Оно у меня, как видите, использовано наполовину, но я сейчас наношу его исключительно на волосы, добавляю как питательное органовое масло в маске, и таким образом их усиливаю. Хоть как-то доиспользовать. Но на лицо и на тело, то есть на кожу, я не могу его наносить из-за этого неприятного запаха. И еще два продукта для губ покажу в этом видео. Это блеск от Фаберлик, который опять же доставался мне в коробочке красоты. И вот такая помада от Revlon. Помада увлажняющая Ultra HD в оттенке Pioni. Ее я покупала уже сама. Но давайте начнем, наверное, вот с этого блеска. Это атласный блеск без каких-либо блесточек. Вот с таким спонжем. С очень приятным ароматом. Какие-то жвачки, конфетки, карамельки. Оттенок очень приятный, молочно-розовый. И я на самом деле очень радовалась, что наконец-то у меня появился блеск вот с таким оттенком. И без каких-либо дополнительных блестящих частичек. Но каково было мое разочарование, когда на губах он стал смотреться через какое-то время как замазка. То есть поначалу наносишь, все красиво, ровно, деликатно все это выглядит и смотрится. Но с течением носки уже где-то минут через 30 собираться начинает в белую полоску. И как-то, вот знаете, на абсолютно гладких и ровных губах появляются какие-то несовершенства. То есть какие-то заломы, трещинки. Это первый блеск, который вот такой творит с моими губами. Абсолютно не понравился. Он весь собирается. Это очень некрасиво. И, конечно же, меня расстраивает состав. На первом месте здесь жидкий парафин, минеральное масло, поэтому нет. И помада от Revlon. Очень красивый такой розовый-розовый оттенок. Я давно такой хотела. Сейчас я вам покажу. Наносится немножко даже с сиреневым подтоном он идет. То есть такой холодный, розовый, красивый. Его нужно наносить, точнее эту помаду, нужно наносить на идеально ровные губы. То есть если губы ухоженные, если нет ни единой шелушиночки, никаких трещинок, ничего. То есть губы напитанные, увлажненные. Тогда помада лежит хорошо. Но если вдруг что-то не так, может быть, чуть слегка пересушенные губы, все, она ложится клоками. Это ужасно, это некрасиво. Она подчеркивает все несовершенства. Есть помады, которые скрывают наоборот это. В том же самом Revlon, Alibator, их знаменитые, помады из серии Super Lastras. Вот они сглаживают все неровности. Но вот эта помадка, к сожалению, подчеркивает несовершенство на губах. Поэтому я тоже пользоваться ей не могу. К счастью, это были все мои разочарования. Их было немного. И как видите, многие из них доставались мне либо в подарок, либо в коробочке красоты. Поэтому как таковое сильное разочарование меня не постигло. Было бы хуже, если я потратила на все это собственные деньги. Я очень надеюсь, что видео было для вас полезным. И возможно, кого-то из вас я уберегла от покупки ненужных продуктов. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Еще увидимся.